Проект «Подзарядка» волгодонских активистов получил в нашем городе широкий социальный отклик. Подзарядовцы не только организовывают массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, но проверяют, как в школах Волгодонска учащиеся выполняют обязательную зарядку по утрам. Можно сказать, что благодаря подзарядке школьники хоть немного, но стали более здоровыми. Проект этот набирает обороты, и сейчас его руководители внедряют его уже на районном уровне. Романовская школа самая большая в Волгодонском районе. Здесь обучается более 700 ребят. Но действительно ли серьезное внимание в школе уделяют их здоровью? С этим вопросом в образовательное учреждение сегодня приехал руководитель регионального проекта «Подзарядка» Денис Дозмаров и специалист Романовской администрации по работе с молодежью. Встреча с руководством школы показала, что волноваться о здоровье ребят не стоит. Первые пять минут первого урока звучит музыкальное сопровождение. В каждой классной комнате ребята выходят перед классом. Есть уже группа ребят, с которыми проводились практические занятия по проведению зарядок. Но каждая эта группа может изменить упражнения. То есть по своему желанию они подбирают. Зарядка в классах выполняется регулярно. Школьники заказывают музыку в буквальном смысле. Трек-лист для занятий формируют сами ученики. Уделяют очень большое внимание, так как это действительно нужно. Многим она нужна. Она каждому человеку нужна. Это физическая подготовка. Это наша жизнь. То есть мы должны развиваться не только умственно, так же и физически. Поэтому я считаю, она должна быть. Следующая остановка в оздоровительном рейде – Логутнинская средняя школа. Здесь не только хвастают спортивными достижениями, но и демонстрируют то, как школьники выполняют упражнения. Мы к аркуту сушим, мы к аркуту сушим, мы к аркуту сушим, мы к аркуту жмем, жмем. Это пропаганда здорового образа жизни. Мы в городе Волгодонске успешно реализовали данный проект. Соцопрос показал, что 80% учеников города у нас занимаются зарядками по утрам. И мы решили своим коллегам, друзьям с Романовского, Волгодонского района предложить данный проект. Еще в 2010 году мы писали письмо, рекомендацию в областное министерство образования с рекомендацией данного проекта. И ряд школ услышали еще с 2010 года делать зарядки, что было очень приятно. Это уже хутор Семенкин, около 20 километров от Волгодонска. Учащихся едва наберется с четыре десятка. Но и такие небольшие школы входят в зону интересов подзарядки. Всего активисты объехали все 17 школ Волгодонского района. В них учатся более 3000 человек. И по словам руководителя регионального проекта Дениса Дозмарова, работа эта только начинается. Уже в скором времени подзарядить планируется Цемлянский район. Виталий Никулин, Петр Авдеенко, Новости ВТВ. Продолжение следует...